В выставочном центре Чуварского национального музея открылась необычная выставка кукол под названием «Старинная кукольная гостиная». Здесь каждый сможет окунуться в беззаботное детство, когда куклы, плюшевые мишки, резиновые лисички были самыми верными и веселыми друзьями. Коллекция Марины Нарадкиной поражает своей добротой, открытостью и необыкновенной энергетикой. Что неудивительно, ведь часть представленных кукол – это семейные игрушки, которые бережно хранились поколениями. Многие куклы попали к Марине в плачевном состоянии. Они были надежно отреставрированы и приобрели свой прежний вид. Для Марины Нарадкиной куклы – это любовь длиною в жизнь. Сегодня коллекция насчитывает более 200 экспонатов. Самая первая кукла – это у меня мечта, которую я тайком брала у своей тетушки. Это вот как раз эта кукла. У меня были советские куклы, но мне они тогда как-то не очень нравились. Уже в 12-13 лет я упросила маму купить мне немецкую куклу, которая была очень грустная, и мне казалось, что она меня понимает. Она тоже в этой коллекции. В экспозиции Марины Нарадкиной представлены антикварные и винтажные куклы. Они отражают не только дух времени, но и культуру разных народов. Каждая кукла – это отдельная история, своеобразная загадка, разгадать которую сможет далеко не каждый. В куклу вложили свой труд многие люди, особенно это куклы ручной работы. И когда шьет одежду один, делал тело куклы другой, голову делал художник. Он общался в процессе изготовления с куклой. Я думаю, что у кукол душа есть. Самые старые куклы у меня – это куклы вот это, это Теодор Рикнагель, и вот это Хойбах, и также вот это кукла Карман Марселя. Эти куклы периода 1890-1910 годов. Каждая работа – это произведение искусства, объект любования. В экспозиции куклы выполнены и в различных стилях и материалах, от фарфора до современных пластиков. В создании костюмов использованы антикварные и новые дизайнерские ткани, аксессуары. Германские, польские и итальянские куклы – мечта многих советских девочек, и не только. Данная коллекция мне очень понравилась, и я остановилась именно на этой экспозиции, потому что здесь представлена одна из кукол, которая была у меня в детстве. Выставка продлится до 2 августа. Еще можно успеть посмотреть на малышей-галышей, советских карлсонов, на первые заводные игрушки и многое другое. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика.